А сколько сейчас зарплата приблизительно у рядового следователя? Сколько? 2 800, 3 400. Ну, Опер получает 2 800, 2 400, да. Смотря какую премиальную дадут как-то, зарплаты маленькие, зарплата маленькая. Владимир, вот сейчас сказали, что приблизительно зарплата в районе 3 тысяч гривен. Антон Герашенко заявил, что будет повышение там 6 тысяч. Такое повышение как-то поспособствует тому, чтобы не было соблазна стать коррупционером и как-то недобросовестно выполнять свою работу. Я скажу больше, если даже работник полиции будет получать там 1000 долларов или 25 тысяч гривен, все равно следует за ним вести общественный контроль и другие виды контроля, но специфические. То есть средствами СБУ, средствами внутренней безопасности, инспекции по личному составу. Потому что даже получая высокую, чрезмерно высокую зарплату, ты являешься, ну как бы, ты решаешь судьбы людей. Ты решаешь начать криминальное производство или приостановить его, увидеть тут состав преступления или не увидеть. Поэтому в любом случае 6200 гривен или вот как сказал 6300 Герашенко, это небольшая сумма, но она будет даваться только тем работникам полиции, которые только пришли. А дальше будет система начисления, такая как премии, возможно дополнительные, также будет выслуга лет. Я думаю, что главная задача тех, кто сейчас реформирует систему МВД, сделать так, чтобы полицейская, патрульная полиция, которая является, ну по сути, глянцевой такой обложкой национальной полиции, они не были более обеспечены, чем тот же следователь или оперативный работник, или участковый работник полиции. Но все равно следить за работой полицейских, обществу и спецслужбам придется. Продолжение следует...